А Меркель молодец! Барак Обама на открытии сессии Генассамблеи ООН нахваливал канцлерин и всех жителей ФРГ. Гуляйте когда хотите! В Бауцене отменили комендантский час для беженцев. Признание 13 лет спустя. Герхарду Шрёдеру дали премию за экономическую политику. Не забудьте зарядить смартфоны. В вагонах второго класса Deutsche Bank появится Wi-Fi. В помощи беженцам сыграли Германия и Канада. Я лично хочу поблагодарить канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также народа этих двух стран за вклад в разрешение миграционного кризиса. Обама также заявил, что около 50 стран мира примут в течение следующего года 360 тысяч беженцев. Масштаб мирового кризиса с беженцами американский глава назвал беспрецедентным и сказал, что теперешние события являются испытанием человечности для всего мирового сообщества. Он призвал лидеров других стран интенсивнее бороться с миграционным кризисом и проявлять сочувствие к тем, кто покинул свои дома из-за конфликтов в Сирии и Северной Африке. В качестве главы Белого дома Барак Обама выступил на сессии Генассамблеи ООН в последний раз. Его срок на этой должности истекает зимой. 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке на прошлой неделе, а с понедельника там собрались лидеры десятков стран мира. Делегацию Германии возглавляет министр иностранных дел Франк Вальтерштайнмайер. Власти города Баутсен в восточной части Германии отменили комендантский час для беженцев. Начиная с 21 сентября несовершеннолетним беженцам снова разрешили выходить из общежития после 19 часов без сопровождения взрослых и в случае их желания пить алкогольные напитки. Их разрешили покупать подросткам возрастом начиная с 16 лет. В то же время в общежитиях для беженцев будет продолжать действовать внутренний распорядок, согласно которому мигранты должны приходить ночевать не позже 22 часов. И также они не могут приносить с собой алкоголь. Кроме того, местные власти собираются давать несовершеннолетним беженцам ежемесячные пособия. Однако им не будут платить всю сумму целиком, а вместо этого небольшими частями. Всего в округе Баутсена поселились 179 беженцев-подростков. Они приехали в Германию без взрослых. При этом в самом городе разместили только 62 из них. Ранее 14 сентября в городе вспыхнули столкновения между местными жителями и просителями убежища. Местная полиция сообщила, что первыми конфликт начали беженцы. Молодые люди начали кидать бутылки и камни в местных переверженцев правых взглядов, которые тоже собрались на городской площади и скандировали националистические лозунги, чтобы восстановить порядок в городе, власти задействовали около сотни полицейских. Канцлер Австрии Кристиан Керн призывает страны Евросоюза заключить с Египтом миграционное соглашение, похожее на то, что уже подписали с Турцией. Об этом сообщает издание EU Observer. Этот документ, по мнению австрийского канцлера, поможет Евросоюзу урегулировать миграционные потоки. Керн заявил, что ЕС должен быть заинтересован в стабилизации региона. Он опасается, что со следующего года в Евросоюз из Египта могут приехать много просителей убежища. Соглашение между Евросоюзом и Турцией не единожды было под угрозой срыва, так как главы стран ЕС обвиняли президента страны Раджепа Таипа Эрдогана в нарушении прав и свобод граждан. В ответ на эти обвинения президент и министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаушаглу заявили, что Анкара может выйти из миграционного договора, если ЕС не предоставит в октябре гражданам Турции безвизовый режим. Поэтому председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что нельзя исключать срыва миграционного соглашения с Турцией. Бывшего канцлера Герхарда Шрёдера удостоили премии имени Людвига Эрхарда за его план по реформированию немецкой экономики под названием «Агенда-2010». Церемония награждения прошла в Берлине. В качестве почётного гостя выступил министр финансов Вольфганг Шойбле. В начале 2000-х, когда правительство принимало план «Агенда-2010», это решение потребовало большого мужества. Это был большой риск, ставки были высоки. Но благодаря этому последние 10 лет наша страна процветает. 72-летний представитель партии СДПГ возглавлял немецкое правительство с 1998 по 2005 годы. Он с благодарностью принял награду и сказал, что статус бывшего, а не действующего политика даёт ему возможность более открыто говорить о насущных проблемах. Германия очень сильная страна, и я уверен, что мы справимся с многочисленными вызовами. В частности, мы должны рассматривать политику принятия беженцев как нашу социальную ответственность. И в этом ключе необходимо вести дебаты. Я считаю, что общего введения этой проблемы гораздо больше между социал-демократами и ХДС, чем между ХДС и ХСС. «Агенда-2010» — это программа структурных экономических реформ, которую немецкое правительство проводило с 2003 года. Она предусматривала ограничение расходов на здравоохранение, пенсионное и социальное обеспечение, а также либерализацию трудового законодательства. Целью было стимулировать создание новых рабочих мест. Пакет законов спровоцировал ожесточенные споры между участниками коалиции. Но благодаря этой программе Германии удалось модернизировать экономику страны, улучшить образование, сделать ставку на инновации и начать внедрение новых технологий. В Калифорнии разбился самолет-разведчик ВВС США. Это случилось во время тренировочного полета. Катастрофа произошла в округе Саттер на севере штата к северу от города Сакраменто, вскоре после взлета с авиабазы Билл. Чтобы установить причины крушения, в Соединенных Штатах уже начали расследование. Оба пилота катапультировались. Один из них погиб, а второй получил ранение. Сейчас он получает все необходимое лечение. Полковник Ларри Бродвелл также рассказал, что самолетом, рассчитанным на двух человек, управлял преподаватель и его ученик. Но кто именно из них погиб, а кто выжил, он не уточнил. Американская разведка использовала самолет U-2 Dragon Lady по всему миру, начиная с 1955 года. Местные СМИ сообщили, что сейчас этот тип самолетов используют только для обучения. До аварии американское ведомство владело пятью такими самолетами. Новые смерти, новые протесты. В городе Шарлотта, Северная Каролина, полицейские во вторник застрелили чернокожего мужчину. Офицеры утверждают, что он был вооружен и не подчинялся их требованиям. Вокруг места происшествия быстро собрались десятки людей. Они настаивали на проведении честного расследования инцидента и не расходились до самой ночи. Протестовали во вторник и в городе Талса, Оклахома, где в пятницу произошел еще один похожий случай. Сотрудники сил правопорядка остановили машину на дороге и велели водителю выйти с поднятыми руками. Мужчина подчинился. Почему офицеры сочли, что он представляет угрозу, непонятно. Протесты против необоснованного применения оружия полицейскими продолжаются в США уже три года. После каждого эпизода гибели безоружных чернокожих в результате действий сотрудников правоохранительных органов сотни, а иногда и тысячи людей в разных городах выходят на улицы. Федеральный судья Бразилии Серджио Мору поддержал ходатайство прокуратуры о предъявлении официальных обвинений бывшему президенту страны Луису Инасио Луле да Сильве и его жене. Обвинители заявляют, что бывший глава государства сначала незаконно получил от нефтяной госкомпании Петробрас миллион долларов, а потом приобрел за эти деньги пентхаус и не указал его в декларации. Также следователи считают, что Лула да Силва и его жена не задекларировали еще одно роскошное жилище в курортном городе Гуаружа. А кроме того, незаконно получили около 700 с половиной тысяч долларов от строительной компании. Прокуратура Бразилии настаивает на том, что бывший президент сыграл главную роль в коррупционном скандале с Петробрас. По мнению генпрокурора, злоупотребления были бы невозможны без участия экс-президента. Однако сам бывший лидер Бразилии называет дело против него политически мотивированным и заявляет, что никогда не был собственником этой недвижимости. Луис Инасио Лула да Силва занимал президентское кресло с 2003 по 2010 год, два срока подряд. До этого скандала его считали вероятным кандидатом на следующих президентских выборах в 2018 году. Но теперь подобная перспектива уже маловероятна. Всего по делу о коррупции, связанном с нефтегазовой компанией Петробрас, проходит 150 человек. Высокопоставленных политиков подозревают и в получении откатов за подписание контрактов. Следователи говорят, что эта коррупционная схема действовала много лет и стоила компанией миллионы долларов. Пассажиры поездов Deutsche Bahn 2-го класса смогут пользоваться бесплатным доступом к интернету. Сейчас немецкая железная дорога активно переоснащает все вагоны и уже с декабря точки с бесплатным Wi-Fi станут доступными. Как заявили в Deutsche Bahn, в 250 поездах ICE уже началась установка новой, гораздо более мощной беспроводной системы. Это самая современная техника от шведской компании Ecomera, заявили представители Deutsche Bahn. Она достигает самых быстрых сетей передачи данных всех мобильных сетей и может через интеллектуальный потенциал оператора сети обрабатывать значительно большие объемы данных. Переоборудованные поезда изменятся и внешне. Их фасады украсят новые логотипы. Бесплатные мощные точки доступа к интернету и улучшенное покрытие для мобильных телефонов – все это часть представленной почти год назад программы «Железная дорога будущего». Беспроводную сеть в ближайшие годы расширят на большее количество поездов дальнего следования, вокзалы, а также пригородные поезда и С-БАН. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова